Добрый день! Вы на канале интернет-магазина mountainrock.ru Меня зовут Сергей И сегодня мы будем ставить палатку от фирмы Bitrace Модель Talvik 2+. В этом году появилась эта палатка По заявленным характеристикам 6000 у нас водонепроницаемость тента, 8000 дно Алюминиевые дуги Спальное место 150 на 210 У нас имеет размер тамбур метровый И второй тамбур 50 см Небольшая высота, заявленная метр двадцать Внешней палатке Сейчас будем распаковывать, взвешивать и смотреть А, да, заявленный вес 4 килограмма 60 грамм С веса мы и начнем Измерение Так Полный вес у нас составит 4 килограмма 125 грамм Ну, в принципе, не очень сильно обманывают Да, эта палатка очень похожа на Shield Если брать фирму Bitrace А также на палатку у фирмы Trump Stalker Лайер Вот Но Как бы от Лайера Она отличается тем, что здесь уже идут алюминиевые дуги Так Длина 45 сантиметров В чехле Диаметр 25 сантиметров Здесь у нас инструкция по установке и гарантийный талон Также в комплекте идет полка Которая подвешивается во внутреннюю палатку Ремнобор Тут все стандартно Шина Для ремонта дуги в походных условиях Фурнитура Ключок и фастекс И несколько кусков в ткани Так Колья Колья здесь обычные, стальные Комплект Good Book Здесь у нас их три Две дуги у нас одинаковые Одна дуга тамбурная Она у нас помечена специально вот такой вот красной изолентой Так Сегмент Длина одного сегмента получается 38 с половиной сантиметра Так Ну и сейчас буду собирать сначала дуги Повторяем собрал дуги теперь надо разложить внутреннюю палатку здесь у нас крепление будет осуществляться на такие люверсы то есть два люверса они вставлены в стропу стропа достаточно мощная здесь кстати все места специально прошиты где есть тропа то есть специально усиленно так располагаем дуги крестон закрепляем как видите все очень легко и быстро закрепляется дальше дуги поднимаем и уже начинаем накидывать пластиковые крючки на дуги также есть вот такая завязка того чтобы чуть чуть повыше была внутренняя палатка и чтобы нас тут ничего не болталось лишним так сейчас скажу заколина растяну ее и будем смотреть и гереть в нужную палатку здесь конкретно в этой модели здорово сделано то что алюверсы пробега с двух сторон поэтому неважно как вы установите внутреннюю палатку вы сможете сделать ну основной тамбур как с этой стороны так и с этой просто путем того что будете менять стенд так внутренняя палатка растянута будем смотреть на нее у в нужной палатке у нас два входа входа полностью у нас дублируется москитной сеткой есть карман который при желании можно убрать или москитную сетку или всю дверь целиком если она не нужна нам как в данном случае во внутренней палатке у нас есть кармана большие с одной и такие же кармана точно с другой стороны есть место крепления под фонарик в принципе это в большинстве моделей трампа есть а про это забывал говорить и мой трампа битрейса прошу прощения и есть четыре точки крепления для полки вот посмотрим по ширине сто пятьдесят сантиметров тут есть так по длине 2 2 0 9 2 0 10 самая высокая точка внутри это у нас то 12 115 сантиметров вот тут такая вот палатка у нас в мужчине будет очень комфортно для размещения двух человек да также сверху у нас есть два вентиляционных окна которые сделаны из москитной сетки то есть проблем с вентиляции у данной палатки возникнуть не должно за счет того что мы это палатки алюминиевые дуги в целом ее можно будет считать всесезонный будем накидывать тент кстати здесь также есть оттяжки они светоотражающие и сверху эти оттяжки они уже сразу приехали на и к тенту да по возможно не читать сезонный потому что еще есть юбка вето снегозащитная так здесь у нас достаточно большой шаг молнии имеет швы все швы у нас проклеенная достаточно ровная и на молниях видите сделано такие куски ткани благодаря чему будет удобно открывать и закрывать так крепить внешнюю палатку мы будем на дуге при помощи также люверсов здесь благодаря потому что срапа очень длинная хорошо можно будет растянуть тент теперь главное найти так набрасываем тент начинаем закреплять сначала нужно максимально расслабить стропы чтобы потом ровно натянуть палатку в начинаем закреплять так здесь нам нужно будет сейчас продеть третью тамбурную дугу и мы ее закрепляем на оставшийся люверс все очень просто так дальше нам нужно будет при помощи колышков зафиксировать тамбур для этого у нас есть есть такие вот резинки на резинка кстати есть усиление то есть видите тяжело очень его согнуть в принципе невозможно это здорово можно очень сильно будет оттянуть а сейчас секунду потому что забыл я еще закрепить внешнюю палатку также на дугах чтобы потом ее нормально тянуть вот и теперь уже можно закрепить тамбур так если вдруг не устраивает как натянут тент соответственно мы можем подтянуть стропу которая есть на тенте и тем самым задать дополнительное натяжение смотрите по всем местам где есть вставлены лифтрепы или вставлены оттяжки есть специальные кусочки материала треугольные и специально добавляется прошивка то есть все места где есть какое-то дополнительное у нас ну дополнительная нагрузка они усилены это хорошо так сейчас еще один колышек возьму активный задний тамбур чтобы его было видно итак сейчас еще закрепим маленький тамбур и теперь можно уже будет рассмотреть палатку с темпом так сейчас чуть-чуть здесь растяну практически идеально установлен палатка вот палатка всесезонная есть ветра снегозащитная юбка есть возможность эту юбку убрать если она нам не нужна то есть вот мою начинаем скатывать и здесь вот у нас такие фиксатора соответственно 1 ну а есть еще на тенте дополнительная возможность этот тент оттянуть то есть вообще очень сильно чтобы натяжение был чтобы не было ни малейшего провисания есть у палатки вентиляционная кармана вентиляционная до окна их 2 они достаточно большие такие стоечки на липучках по для чему окно открыто и не закрывается точно такое же окно у нас имеется из другой страны соответственно есть у нас основной тамбур так 120 сантиметров его длина до 128 больше чем заявлено и есть второй тамбур достаточно небольшой еще тоже его измерим очень хорошо что молния на тамбурах защищены специальным клапаном соответственно вода ветер все в меньшей степени будет проникать у вас внутри палатки при необходимости часть тамбура ненужную нам можно смотать и зафиксировать такая резиночка с шариком все очень просто и удобно так у этого тамбура у нас длина ну даже да чуть больше но можно сказать что 50 до рабочий пространство то есть сюда можно будет поставить какую-нибудь обувь небольшой рюкзак такая палатка приобрести ее можно в нашем интернет-магазине ссылка будет в описании на данную модель у нас действует скидка по промокоду его также можно будет найти в описании всем спасибо за внимание до скорых встреч пока до скорых встреч пока